Кыргызстан и Китай планируют Кыргызстан предпринимает все меры для повышения пропускной способности контрольно-пропускных пунктов Иркештам и Турюгар. Аклбек Джапаров сообщил, что в настоящее время КПП работает по семидневному 14-часовому графику. Совместно с Китайской Народной Республикой предлагается переход на круглосуточный режим, то есть 24 на 7. Уважаемый господин секретарь, в нашей сегодняшней повестке дня сотрудничество по трем вопросам является самыми ключевыми. Это модернизация КПП Иркештам и Турюгар. Сейчас идет пилотный проект 7 на 14, мы хотели бы сделать 7 на 24. Открытие КПП Бедель и строительство автодороги Барсхону, Турфан, Аксу. Мы нацелены на развитие транспортно-логистической инфраструктуры, снятие ограничений, мешающим торговым обменам созданию взаимовыгодных условий в торговле. Мы хотели бы расширить наши возможности и перейти с вами на ежедневный и круглосуточный режим работы указанных КПП в режиме 24 на 7 после завершения тестового режима. Тестовый режим завершается 30 июня 2024 года. Председатель Кабинета Министров также затронул вопрос строительства ленточного конвейера с угольной базой в районе КПП Иркештам, где отведен соответствующий земельный участок под этот проект. А также вопросы, связанные с открытием нового пункта пропуска Бедель на кыргызско-китайской границе и строительство автомобильной дороги Барсхон-Учтурфан-Аксу. По пропускному пункту Бедель. Это наиболее приоритетный вопрос в текущей повестке дня. Вам хорошо известно, наши страны сходятся в едином мнении в вопросе скорейшего открытия нового пункта пропуска Бедель на кыргызско-китайской границе и строительство автомобильной дороги Барсхон-Учтурфан-Аксу. В свою очередь секретарь партийного комитета Суар КНР Ма Синджуй выразил признательность главе Кабмина Аклбеку Джапарову за визит в Кашгар, отметил важность достигнутых лидерами двух стран договоренностей и поддержал предложение кыргызской стороны. Как представитель местной власти я отвечу за сотрудничество Кыргызстана и Синдзяня, потому что этот район граничит с Кыргызстаном. Синдзянь-Уйгульский автономный район играет важную роль в реализации инициативы «Единый путь» и продвижении сотрудничества с пятью странами Центральной Азии. Также в рамках рабочего визита прошла трехсторонняя встреча в городе Кашгар главы Кабмина Аклбека Джапарова, премьер-министра республики Узбекистан Абдуллы Арипова и члена политического берет Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретаря партийного комитета Суар КНР Ма Синджуй. Самой главной темой встречи был проект строительства железной дороги по маршруту Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Данный проект является крупнейшим проектом транспортной отрасли Кыргызстана. Строительство Кыргызстаном данной железнодорожной магистрали позволит расширить возможности реализации экспортного потенциала страны, создать транзитное сухопутное сообщение в направлении Азия-Европа, значительно сократить расстояние перевозок экспортно-импортных грузов, увеличить культурный и экономический обмен между странами-участницами проекта, а также соединить Кыргызстан со странами Юго-Восточной и Западной Азии. Аклбек Джапаров отметил, что Синьцзян является для Кыргызстана своего рода воротами в Китай. Исторически и в силу своего расположения так сложилось, что и Кыргызстан становится для Китая воротами в направлении сразу нескольких стран Центральной Азии. Вопрос увеличения объема грузопропускаемости пункта пропуска Иркештам актуален как для кыргызской и китайской сторон, так и узбекской стороны. В данном контексте представляется важным для наших сторон увеличение пропускной способности путем модернизации пунктов пропуска, расширения территорий и оснащения современными средствами таможенного контроля. В рамках модернизации пропускных пунктов будут закуплены современные инспекционно-досмотровые комплексы с высокой пропускной способностью до 125 машин в час. И уже в текущем году они будут установлены на пунктах пропуска Иркештам и Торугард. Кыргызская сторона ставит своей целью увеличение пропускной способности через каждый из этих пунктов пропуска до тысячи автомашин в сутки. Кроме того, премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов подчеркнул уже имеющий динамичный рост торгового оборота между странами. Также узбекская сторона выразила заинтересованность в развитии мультимодальных транспортных маршрутов, поддержав создание совместного предприятия при строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Китай и Кыргызстан являются нашими основными торговыми партнерами. В последние годы объем нашей торговли увеличился и достиг исторического максимума. Мы стремимся развивать наше сотрудничество в транспортно-логистической, энергетической и в других отраслях. Секретарь партийного комитета СУАР КНР Масинжуй выразил поддержку предложениями кыргызской стороны и отметил заинтересованность в развитии двухсторонних и многосторонних отношений, продвижении торгово-экономических связей. Отметим, по итогам встречи стороны договорились поддерживать сотрудничество и регулярно проводить такие встречи. Также представители трех стран посетили таможенный терминал Улучат и контрольно-пропускной пункт Иркештан, где председателя кабинета министров Аклбека Джапарова проинформировали о том, что на базе таможенного терминала планируется построить специальный контрольный склад для хранения товаров, возимых через Кыргызстан. Далее главы делегации Кыргызстана-Узбекистана СУАР посетили контрольно-пропускной пункт Иркештан, где китайская сторона представила проект по строительству ленточного конвейера. По проекту одна сторона ленточного конвейера будет расположена на территории Кыргызстана с угольной базой, а другая на территории Китайской народной республики. В результате будут созданы благоприятные условия для экспорта угля. Ленточный конвейер планируется построить в течение одного года. В общей сложности его длина будет составлять 157 километров. С помощью него мы планируем экспортировать уголь через Иркештан. Проще говоря, ленточный конвейер в истории страны станет новым транспортирующим устройством непрерывного действия. Китайская сторона также представила недавно построенный мост Дружбы на контрольно-пропускном пункте Иркештан. Запуск этого моста будет способствовать ускоренению пропускного процесса. Далее Аклбек Джапаров провел встречу с руководством крупной компании, специализирующейся на переработке, хранении и экспорте сельскохозяйственной продукции, расположенной в Кыргызской автономной области Кызылсу. Состоялся обмен мнениями по поставкам экологически-чистой сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана в Китай, хранению на контрольных складах и дальнейшему продвижению на рынок. Глава Кабмина также посетил Кашгарскую свободную экономическую зону, выставочный павильон, бондовый склад. Отметим, что 9 декабря 2023 года в соответствии с договором, заключенным между СЭС Кашгар и СЭС Нарын, бондовый склад передан в пользование СЭС Нарын.